Вот ребенок получил от папы, бежит к маме. Вот как решить эту ситуацию по-здоровому? Двухдневный фестиваль практической психологии Южное созвездие Архангельской области проходит в нашем городе впервые и уже собрал рекордное количество участников. Более 60 педагогов-психологов. Это специалисты, которые работают в образовательных организациях, в детских домах, в школах, в учреждениях профессионального образования, в учреждениях дошкольного образования. Мы видим, что есть специалисты социозащитных учреждений. Нас это очень радует. Коуч-тренерами фестиваля стали специалисты Архангельского центра «Надежда». Они работали сразу на нескольких площадках. Одна из секций называлась «Поговорим о рисках». Здесь шла речь о профилактической работе по предотвращению проблем семейного неблагополучия. А педагоги-психологи не только были слушателями этой площадки, но и делились своими наработками и примерами из личного опыта. Моя тема – это методы и техники работы с женщинами, находящимися в кризисе. Женщины, которые мамы и которым нужна помощь. Я делилась какими-то методами, приемами в своей работе, как я это использую. Такой формат для нашего города – это, конечно же, новинка. Поэтому мы все очень рады, что это вообще у нас будет проходить теперь ежегодно. Дает возможность, во-первых, и нам выступить, и показать себя, и поделиться каким-то своим опытом. В то же время и получить этот опыт из других регионов нашей области. Не менее интересный опыт педагоги-психологи получили на мастер-классах под названием «Справимся вместе». Здесь специалисты повысили свои знания о групповой работе с несовершеннолетними и их семьями. На самом деле мероприятие очень интересное. Разные стороны раскрываются профессии. То есть новые темы для обдумывания, новые приемы, новые методы взаимодействия как со студентами, так и для школьных психологов много информации. Поэтому это всегда результативно и интересно. А вот занятие по арт-терапии прошло в секции под названием «Словом и не только». Педагогам Котласа было предложено выполнить два рисунка – дерево гуашью, ночью и днем. Такая техника помогает детям расслабиться и переключиться с одного вида деятельности на другой. Правополушарное рисование – второе название этого интересного творческого тренинга. Мастер-класс очень понравился, особенно вот это занятие. Арт-терапия вообще очень интересная, я думаю, можно использовать и в работе, и в семье, и с детьми. Во-первых, я ознакомлюсь более подробно, потому что здесь, понятно, в рамках мастер-класса времени очень мало. Но тут посоветовали авторов, на которых можно ссылку сделать, изучить, и можно действительно использовать и в консультировании, и в коррекционных занятиях. Такой формат проведения мастер-класса помогает непосредственно психологам понять, для чего необходима эта методика, вот эта вот, например, арт-терапия, как ее можно в дальнейшем использовать в своей деятельности, расти, развиваться как профессионал. Два плодотворных и ярких дня, работа в секциях по трем направлениям, 15 разнообразных мастер-классов. Участники получили не только незабываемый опыт, но и пополнили свое портфолио новыми сертификатами регионального уровня. Каждый участник получит сертификат участника, который у нас подписан двумя руководителями. Прежде всего, он подписан ректором Московского психолого-педагогического университета Рубцовым, и подписан мной как представителем Архангельской нашей региональной организации. Помимо сертификата, каждый выступающий получит сертификат выступающего. Все эти документы очень важны для аттестации педагогов-психологов, потому что у каждого специалиста должна быть своя копилочка вот таких возможных мероприятий разных форматов. Темы, затронутые на региональном фестивале, стали настолько актуальны и интересны кодовским специалистам, что подобные мероприятия решили сделать ежегодным. Первое.